Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов у микрофонного редактора Сарглана Антонова. Как вы знаете, 2021 год был объявлен в России годом науки и технологий. Его мероприятия были ориентированы практически на все аудитории. Это научное сообщество потенциальных будущих ученых, образовательные учреждения на общество в целом. Чтобы поговорить о том, что было сделано в Якутии за этот период, какие шаги были предусмотрены по реализации указа президента России, чем запомнился прошедший год в сфере образования и науки, а также узнать, какие задачи поставлены перед министерством на 2022. Мы пригласили сегодня в студию прямого эфира министра образования и науки нашей республики Ирину Павловну Любиму. Добрый день! Добрый вечер! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионные радио-канале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Что же, Ирина Павловна, первый вопрос, который я хотела бы задать вам. Каким был год в целом для системы образования? 2021 год был для нас очень интересным. Как вы отметили, это по всей России, значит, год науки и технологии. Также у нас в системе образования не только год науки был, да, но и год. Еще раз мы уделили особое внимание на повышение качества образования, поэтому очень много мероприятий мы провели по повышению качества образования в школах и в детских садах республики. Вот. И год науки, на самом деле, самое главное, это мы в этот год разработали, утвердили и финансировали государственную программу впервые, поддержку науки, научно-технологическое развитие республики Саха-Якутия на 2020-2024 годы. Ну и также есть еще одна новая программа государственная, которая тоже была разработана еще в 2019 году в Министерстве образования и науки. Это государственная программа сохранения и развития государственных и официальных языков в республике Саха-Якутия 2020-2024 годы. Эти две программы очень, они были мероприятиями насыщенные и финансированы были в достаточной такой форме. То, что мы заявились, нас поддержали. И надо сказать, что это и говорит о том, что большое внимание и поддержка по вопросам не только науки, но и изучению родных языков в республике уделяется большое внимание. Хорошо. Говоря о годе науки и технологии в Российской Федерации, объявленном в 2021 году президентом страны, хотелось бы узнать вообще, какие стратегические решения были приняты, да, и в целом каковы результаты? Ну, как я говорила, вот государственная программа в поддержку науки и технологий в республике в целях реализации этой программы, значит, была разработана такая комплексный план, в котором принимали участие все научные наши учреждения, вот, и сообщества, и молодые ученые, и образовательные организации, значит, тематические мероприятия были направлены на старт года науки и технологий в Российской Федерации на территории Республики Саха-Якутия, наука и технологии и инновации, одно направление, и третье направление, вот, Арктика и Север, и молодежь и наука. Вот такие направлениями имел этот план годовой, и мы, конечно, реализовали все мероприятия. Вот программа, государственная программа, конечно, она разработана целью, значит, реализации роли науки как надотраслевого ресурса экономики. И, надо сказать, что все три подпрограммы этой программы нацелены были на, значит, развитие науки в целом в Республике, не только отрасли образования, но и всех сфер нашей экономики, да. Во-первых, это эффективная система научного сопровождения приоритетных направлений социально-экономического развития Республики, и вторая подпрограмма, это кадровое обеспечение сферы исследований и разработок в Республике. Третья, это формирование и развитие научно-образовательной системы мирового уровня. Вот, и по результатам всех мероприятий мы получили те показатели, которые перед нами были, стояли в начале года, и об этом мы тоже в течение всего года говорили, подвели итоги года успешно. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом ухе и говорим сегодня об итогах работы за годы Министерства науки и образования нашей Республики. И сегодня гость нашей студии, министр Ирина Павловна Любимова. Пожалуйста, звоните к нам, задавайте свои вопросы. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Ну что же, мы продолжаем. Ирина Павловна, я знаю, что в этом году был объявлен второй этап комплексных научных исследований. Очень большая работа была проведена. Да. Мы помним, что первый этап еще в 2016-2017 году проведен был первый этап комплексных научных исследований, и он касался определенных районов. А сейчас мы дали старт второму этапу комплексных научных исследований, который касается всей республики. Это изучение всех экологических проблем на всей территории республики. Это и изучение здоровья наших граждан, транспортной инфраструктуры республики. Ну и многие темы были заявлены, и они сегодня успешно реализуются. Темы, конечно, утверждаются на научном совете при главе республики. И поэтому эти темы, конечно, прошли все экспертизы и успешно реализуются. Ну и еще одно такое большое событие, о котором уже неоднократно сообщали в средствах массовой информации, это издание трехтомника истории Якутии. Расскажите об этом, пожалуйста, издании. Как вообще готовилось оно к публикации? Какая работа была проделана? Да, надо сказать, что встречая 2022 год, когда мы отмечаем в этом году столетие нашей республики, это большой подарок всей большой группы авторов, значит, трехтомника истории Якутии. Это уникальная, многолетняя, фундаментальная такая экспедиционная издательская работа по созданию истории Якутии. С древнейших времен до начала 21 века авторский коллектив состоял из ученых, историков, научных учреждений. Кроме этого, конечно, здесь принимали участие ученые-исследователи наших научных ведущих центров России. Это города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск. Надо сказать, что это труд, большой труд научный. Здесь каждый том имеет эпохи развития нашей республики, описывает. И каждый том по три тысячи экземпляров вышел у нас. Конечно, такой подарок для всей нашей республики сделан в Год науки. Не один год над этим изданием работали, авторский коллектив большой. Надо сказать, что такой подарок получат все школы республики и все сельские библиотеки. Поэтому все жители нашей республики будут иметь возможность ознакомиться с этим трудом. Ну и имеет электронное приложение. Поэтому презентация книги у нас недавно состоялась перед Новым годом. Электронный ресурс тоже получат все. Вопрос, который, наверное, задают многие жители нашей республики. Будет ли увеличение тиража? Все-таки три тысячи это не очень много. Да, увеличение тиража вопрос стоял. Даже когда мы презентовали во время презентации, все желают, конечно, иметь этот большой труд у себя и у себя дома в библиотеке. Поэтому этот вопрос у нас обсуждается на сегодня. Мы знаем, что в 2019 году был создан научно-образовательный центр «Север». Расскажите, пожалуйста, о его целях, задачах и о его деятельности. Надо сказать, что научно-образовательный центр «Север» — это результат того, что мы приняли участие на большом конкурсе. Это одно из направлений национального проекта было. И в сентябре 2019 года указан главой нашей республики создан научно-образовательный центр «Север» — территорию устойчивого развития. И основные направления деятельности центра — это рациональное природопользование к реализованной зоне биотехнологии, медицина и здравоохранении в Арктике. Тема не очень интересная. Здесь участвуют пять регионов-партнёры, которые не только Якутия, но и наши партнёры, которые заявились в этом году, тоже совместно с нами реализуют этот проект. Это Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская и Сахалинские области, которые активно будут участвовать. Конечно, задачи очень сложные, не очень перспективные. Это и разработка, продвижение рентабельных научных технологических разработок, которые будут использованы в Арктике, в условиях Арктики. Оценка потенциала и рост продуктивности ресурсов, инновации экологически чистых технологий и эффективных материалов в условиях Арктики. Ну и подготовка конкурентоспособных кадров, ориентированных на специфику северо-востока нашей России. Надо сказать, что офис научного центра создан, и финансирование уже начинается с этого года, поэтому активно работа уже начата. Ну что же, год науки и технологий у нас завершён. А вот как поддерживается наука у нас в школах? Надо сказать, что не первый год. На самом деле в каждой школе у нас в Якутии научно-исследовательная, исследовательская деятельность детей или учебно-исследовательская деятельность, она была заложена уже более 20 лет назад. В этом году мы в эти дни уже завершаем 26-ю конференцию «Шаг в будущее». Это очень интересное мероприятие на самом деле. Это результат большого труда и наших не только детей, учителей, но и научных сотрудников. Многие темы под руководством наших молодых учёных ведётся. Вот поэтому эта тема наука у нас всегда в школе была. Ну и фестиваль науки у нас, День науки, ежегодно проводится. Хорошо, дорогие друзья, сейчас нашу программу продолжает блок рекламы, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Гость нашей студии сегодня – министр образования и науки нашей Республики Ирина Павловна Любимова. Мы говорим сегодня об итогах года в сфере образования и науки, о её цифровой трансформации, а также о дополнительном образовании детей. Напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире, телефоны нашей студии 320066 и 321166. Ирина Павловна, вот мы говорили о поддержке науки в школах, да, и несколько слов хотелось бы сказать о молодых учёных. Каким образом осуществляется их поддержка? И я знаю, что они очень тесно работают со школьниками. Да, я бы говорила о том, что наше научное исследование детей, как раз и конференция «Шаг в будущее», которой мы, значит, руководителями являются наши учёные и в основном молодые учёные. В этом году в Год науки указом Главы Республики тоже очень такой позитивный указ вышел в поддержку именно таких молодых учёных, наших талантливых людей. И вот, и грант Главы Республики. В этом году мы, значит, получили у нас 25 молодых учёных, которые, значит, защитили свои кандидатские диссертации и докторские диссертации. Вот, надо сказать, что вот на днях как раз мы на той неделе как раз открываем учебно-лабораторный корпус Малой Академии Наук, где вот очень хорошее оснащение, и будут работать лаборатории под руководством молодых учёных, учёных, преподавателей нашего Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова. И в учебном лабораторном корпусе дети не только летом будут отдыхать, но и, конечно, будут научные исследования, опыты свои проводить. И в этой связи очень хорошие условия созданы сегодня. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Дорогие друзья, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Ирина Павловна, прошедший год был ознаменован активным участием образовательных организаций в реализации нацпроекта образования. Какой объём работы здесь проделан и каковы её результаты? Да, у нас, надо сказать, что третий год реализуется во всей стране. И у нас в Якутии национальный проект образования, где у нас очень много направлений, и мы получаем ту государственную поддержку, которую мы до этого, конечно, не получали. Это, во-первых, первое направление – это создание центров, значит, центра образования, естественно, научно-технологической направленности. Мы их называем «точки роста». В этом году их открыли 111 в школах. Это такие условия современные для изучения предметов физика, биология, экология, химия, ну и нейротехнология. Здесь учителя проходят повышение квалификации, подготовку. Вот, и для детей создаются те условия, которые вот именно сейчас в условиях пандемии мы организуем дистанционное образование детей. И в этой связи это оборудование нам очень помогает провести такие дистанционные уроки и сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями. Вот, поэтому нацпроект образования, надо сказать, что по этому направлению, да, мы должны в конце реализации проекта, в 2024 году, пока у нас план есть, мы должны охватить все школы, республики. Вот, и второе направление у нас в этой связи тоже вот создание таких центров, центров тоже цифровой технологии для таких детей, которые с особыми образовательными потребностями тоже и в своем направлении есть. Ну, действительно, вот вопрос, который мы не можем обойти стариной, да, какие условия у нас создаются для обучения, для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, да, и вообще, как в обычных школах поддерживаются дети, которые имеют ОВЗ? Ну, у нас дети с особыми образовательными потребностями есть в каждой школе в основном, и есть такие специальные коррекционные школы, которые у нас созданы в республике, их 22, из них 4 являются государственными учреждениями, они, значит, по направлениям, по нозологиям, заболеваемости детей у нас, и как раз вот национальный проект образования, второе такое большое направление, это поддержка детей с ОВЗ, здесь оснащение таких тоже лабораторий, которые нам создают такие современные условия проведения уроков технологии, наши дети должны не только обучаться, но и со школьной скамьи получать какие-то первые, первоначальные такие знания, и при профессиональной ориентации детей эта лаборатория должна играть самую важную роль, поэтому каждая школа, а в этом году их было две, вот они по своим направлениям сами отбирают те оборудования, которые им подходят по нозологиям и по желанию самого учреждения, вот. Но в конце, в этом году, в 22-м году еще две школы, муниципальные городского округа, город Якульск тоже будут оснащены современными оборудованиями, вот так. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха, телефоны нашей студии 32-0066, 32-11-66, и мы говорим сегодня о том, как прошел год для Министерства науки и образования нашей республики. И гость нашей студии сегодня министр Ирина Павловна, любимого. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. А мы продолжаем наш разговор, кстати, поговорим о цифровизации, да. Сегодня происходит цифровая трансформация многих социальных услуг, как мы знаем. А вот как обстоят дела в образовании? Ну, это вот тоже основной, одно из основных таких направлений национального проекта образования. Цифровая образовательная среда – это тоже оснащение современным оборудованием наших школ. В этом году 119 учреждений получили. Это не только школы, но и в том числе были 4 учреждения среднего профессионального образования. И в рамках этого направления у нас мероприятие еще есть у нас создание IT-кубов. В прошлом году мы эти кубы открывали в Нюрбинском районе. В 2021 году мы открыли в городе Якутске. Вот, и тоже современное оснащение по цифровым технологиям. В этой связи нацпроект нам помогает вот так. Хорошо. А как была организована работа в прошлом году по дополнительному образованию детей? Ну, дополнительное образование – это тоже важный аспект у нас. Не только мы обучаем детей, мы и должны работать над выявлением и развитием способностей, талантов наших детей. Каждый ребенок имеет способности, каждый ребенок талантлив. Ну, и мы должны, конечно, видеть одаренных детей. И для этого создаются такие условия, чтобы в каждой школе были созданы условия для дополнительного образования по всем направлениям. Это у нас и федеральный государственный стандарт, который нам позволяет выделять часы в учебном плане. Ну, и условия по национальному проекту образования – это оснащение спортивным инвентарем и ремонт, перепрофилизация спортивных залов. Вот. Ну, ежегодно тоже мы занимаемся по плану, значит, именно в сельской местности. 52 школы в этом году получили и оборудование, и ремонт спортзалов. Вот. У нас, как вы знаете, в республике был открыт первый кванториум на базе дворца детского. Детство у нас, да, в Якутске. При этом кванториум был, значит, открыт еще и мобильный кванториум. Получили машину, которая ездит в районы, тоже обучает наших детей и педагогов, да. Вот. И дом научной коллаборации при Северо-Восточном федеральном университете тоже по дополнительным образованиям детей. С прошлого года у нас работает. Надо сказать, что одним из показателей по нацпроекту мы должны ввести все программы дополнительного образования и учет детей в навигаторе. Вот. Есть у нас федеральный такой портал, в котором мы должны фиксировать каждого участника этого проекта. И мы в этом году тоже успешное реализование. У нас телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день. Слушаем вас. Алло, добрый день. Наступишься в Новом году. Спасибо вас тоже. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Хорошо, у нас еще один телефонный звонок. Давайте его тоже примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Говорите, пожалуйста. Сорвался, к сожалению, звонок. Давайте начнем отвечать на первый вопрос. Это вопрос Сахалы. На русском, да, можно? Во-первых, надо сказать, что большое спасибо за звонок. Вопросы очень интересные. Я первый вопрос по интернету и отвечу так. У нас все школы, детские сады, сегодня мы, конечно, говорим, что ввели интернет, но где скорость и качество интернета разные, но по цифровой трансформации у нас в прошлом году разработана республиканская стратегия и через Министерство инновации. Вот, и мы в 2022 году бесплатное подключение всех образовательных организаций республики к бесплатному интернету будет. Хорошо. Об этом мы договорим в следующей части нашей передачи. Дорогие друзья, впереди вас ждет блок рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжение следует... Да, у нас вопрос был по агрошколам. У нас поддержка государственная, агрошкол ведется уже давно, и сегодня мы имеем 95 агрошкол. Было время их было за 100, но некоторые сами выходят. Да, единственным таким, одним из важных критериев, и много критериев, чтобы попасть в список агрошкол, и, как радиослушатель говорит, они должны заниматься производственной деятельностью. При этом со стороны Министерства сельскохозяйства у нас есть поддержка, государственная тоже при условии, когда агрошкола создает сельскохозяйственный кооператив. Вот такое, ну, юридически созданное учреждение должно быть. При этом они могут иметь поддержку со стороны Министерства сельскохозяйства. Вот, поэтому здесь нужно обратить внимание, чтобы руководители тоже отвечали требованиям агрошкол, и получали такие финансовые меры поддержки. Вот. Ну, и третье, слушатель говорил о, значит, роли родителей, воспитания детей. Здесь надо сказать, что у нас многие, 70% школ это сельские, и многие из них, конечно, объединились. Школу-сады у нас создаются последние годы. Это и удобство в управлении одним учреждением, и эффективное с экономической точки зрения. И при этом, конечно, родители всегда играли основную важную роль в воспитании детей. Поэтому родительские комитеты должны быть созданы в каждом учреждении. Ирина Павловна, вот в начале нашей беседы Вы сказали о том, что был принят стратегически важный документ, это государственная программа по сохранению и развитию государственных и официальных языков в нашей республике. Что предусматривает этот документ, и как ведется работа в данном направлении? Ну, как я говорила, что это новая государственная программа поддержки, значит, и развития наших родных языков в республике. У каждого человека есть свой родной язык, конечно, два языка, которые являются и государственной республики, и русский, и якутский родной. Есть языки коренных малочисленных народов севера, пять языков, которые тоже поддерживаются у нас в этой программе. Программа имеет тоже три программы, и там не только разработка и издание учебников, большую долю программы занимает, конечно, это направление. Последние годы мы не могли финансировать разработку родных учебников на родных языках, вот, на любом родном языке, о котором я говорила, вот, разработка и издание, это наши полномочия, вот, и в этом году мы получили большую поддержку, поэтому более 300 наименований учебников, учебных пособий мы в этом году, ну, разработкой и изданием занимались. Ну, и вторая часть государственной программы, это мероприятие, это и сертификация языка, и создание портала изучения родного языка. Родного мы пока якутского взяли языка, потом будем, ежегодно будем дополнять этот портал на всех языках родных. Я знаю, что действительно очень большая издательская деятельность прошла в этом году, и был издан такой комплект аудиокниг, аудио-удар назывался «Илдархана». Очень интересно, расскажите о нём, пожалуйста. Ну, это издание, инициатива, тоже группа авторов была, здесь мы работаем с национальным издательством «Айяр». Вот, надо сказать, что большое спасибо издательству «Айяр», ну, и Даня Алмаз, который вот с нами в реализации этой госпрограммы работали. Вот, аудио-ударь Илдархана мы получат все школы, которые, ну, всем школам мы достаточный такой объём сделали, поэтому получат все, которые желают вот изучить родной якутский язык. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Сегодня мы говорим о битовых годах для Министерства образования и науки нашей республики. Мы продолжаем наш разговор. Я знаю, что в конце января у вас намечается январское совещание учителей. Как идёт подготовка к нему? На традиционное январское совещание работников образования в этом году мы запланировали в конце января, поэтому подготовка идёт. Этот год 2022 у нас в республике, значит, под эгидой года матери пройдёт. В сфере образования мы этот год посвящаем году чтения. Поэтому мы и не зря говорим сегодня о разработке учебников, обеспечении художественной литературой наших школ. И на январском совещании, конечно, будем говорить много о повышении качества образования, создании методических возобновлений, создании методических таких служб в школах, в районах и в системе в целом по всей республике. Ещё раз обратим внимание на проведение урока, потому что урок только даёт нам качественное образование, повышение качества образования и по подготовке наших педагогов. Сейчас у нас обновляется и государственный стандарт общего образования. Поэтому в этой связи тема будет такая январского совещания. Я думаю, что каждый ребёнок, который, конечно, будет с любовью читать книги, и каждый родитель, который вечерами будет ребёнку читать сказку или книгу, конечно, результат будет только одним. Повысим качество образования. Хорошо. И я думаю, что вот несколько слов нужно сказать по проекту «Демография», как он реализуется именно в сфере образования. Ещё один национальный проект, которым участвуем мы, Министерство образования и науки, это строительство наших детских садов с ясельными группами. Уже третий год мы должны работать над ликвидацией очерёдности с полутора лет, с полутора до трёх лет. У нас очерёдность в республике есть. Поэтому в прошлом году, в 2021 году мы открыли восемь таких детских садов с ясельными группами. Это одно из направлений. Ну и второе направление – это поддержка частного бизнеса, когда частные организации, индивидуальные предприниматели открывают детские сады, и идёт федеральная поддержка финансовая на обеспечение инвентарём, на покупку оборудования. Им выделяется федеральная субсидия. Вот. И более 435 таких мест мы сегодня создали. Индивидуальных предпринимателей у нас более 50. Но это в основном город Якутск. Город Якутск. Они очень активно работают и реализуют этот проект. А у нас телефонный звонок. Давайте его примем. Алло, добрый день. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы… Алло, слышно, нет? Да, слышим вас. Хотелось бы услышать результаты за два года. Скажем, численность учащихся сколько по республике. Какие школы хорошо сдают ЭГИ, как повлиял ковид на ЭГИ. А вот за два года какие-то цифры, пожалуйста. Спасибо за звонок. Ну, если говорить о цифрах, последние годы у нас увеличивается количество в целом школьников. Было 147 тысяч, а в этом году 148 тысяч школьников у нас. Надо сказать, что, конечно, итоговая государственная аттестация в виде единого государственного экзамена у нас второй год во время пандемии проводится по желанию самого выпускника, который поступает в высшее образовательное учреждение. Раньше было обязательно для всех, а теперь вот по желанию, кто желает поступить в вузы. Вот, поэтому здесь выпускник осознанно выбирает предметы по выбору, ну и обязательные вот русский язык и математика. Вот, надо по качеству сказать, что ежегодно у нас количество слабальников растет. Три года назад было 25 детей, в прошлом году 33. Это говорит о том, что старшеклассники дистанционно, ну и осознанно вот занимаются подготовкой к экзаменам. Очень ответственные. Готовят себя к будущей профессии. Да, да. Ну и буквально минутка у нас остается. Коротко о планах на следующий год. Какая работа будет проделана? Да, я говорила, что уже 22-й год, у нас Новый год. Встречаем мы, значит, столетие Якутской АССР, нашей родной, любимой республики. Вот, ну и столетие у нас создание наркома образования в республике. Тоже 100 лет назад был создан нарком просвещения в республике. Поэтому такая дата для нас много значит. Вот, и в рамках мероприятий столетия ЯССР мы включили, значит, во-первых, это международный мамонтовый форум, который летом пройдет. Вот, и, значит, международные интеллектуальные игры, которые мы три года назад провели последний раз, вот, и в связи с пандемией не смогли, и съезд педагогической общественности республики. Ну что же, Ирина Павловна, мы благодарим вас за очень интересный и актуальный разговор для всех нас. Дорогие друзья, это была программа Якутск сегодня. И сегодня мы говорили об итогах года для Министерства образования и науки нашей республики. Программу провела редактор Серглана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.